Миссионеры То есть, ну, по-настоящему ты становишься, переживаешь Бога, когда ты читаешь Слово Божие, когда ты занимаешься, ну, делами веры, веру согреваешь в сердце своем, Дух Святой в тебе начинает сильно работать, Дух Святой, Дух Святой – это главное в жизни человека. Вот когда мне говорят о творчестве, что главное в творчестве, я говорю, Дух Святой – главное в творчестве. Дух Святой – это самый лучший дизайнер, это самая творческая личность, Дух Святой. И я шел по Крещатику, и один человек просто мне подошел и говорит, вот хочу подарить тебе вам подарок. Они говорят, подарок, они выучивают одно слово какое-то, это были американцы или европейцы, не помню. Он говорит, подарок. Я говорю, что за подарок? Он говорит, вот подарок. И он мне дает маленькое Евангелие, гидионовское, синенькое. Я ничего не понимал, что там, но я интуитивно понимал, что там есть какое-то таинство, какой-то внутренний источник. И первое, что я начал читать, это блаженны нищие духом. И меня это так, я ничего не понимал. Блаженны плачущие, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Я понял, что именно в этих словах есть глубочайшее, глубочайшее таинство, глубочайшая тайна, сила. Сила. Вот сегодня говорят, что такое свобода. Я хочу сказать вам, там, где Дух Господень, там свобода. Это чудесно. Вот такие вечера, они через поклонение, почему самое большее книг, это книги, песни, псалтыри. Помним, да, сколько книг, сколько глав в псалтыри. Это песни в ночи, песни переживания, песни жизненные. То, что вот человек переживает, радость, слезы, плач, утешение. Вот все в псалтыри есть, все это написали люди с музыкальными способностями. Могущие через себя произвести. Потом здесь вот в израильском народе было очень, ну, для израильского народа было очень естественно поклоняться. Они могли очень много поклоняться. Вот как в Африке они могут часов шесть подряд играть одну и ту же песню и при этом радоваться. А в израильском народе они много поклонялись. И в этот момент они смотрели на детей. И вот они отбирали. Вот дети, знаете, они как источники. Они раз, вот, одни как бы начинают играть, а другие начинают с ними что-то происходить. Вот в этом сон пророков. Помните, когда Саул обнажился, он зашел в сон пророков. И вот в этот момент, в моменты поклонения, прославления, это, вот, израильский народ получал слово. Вот вы сегодня думаете, как мне поступить в той или иной ситуации? Спрашивайте, вот в это время такие вечерние поклонения. Ну, поклонение, это, конечно, образ жизни. Это не только музыка. Но музыка играет там очень, очень большую роль. Музыкальное поклонение. Я считаю, что петь Богу – это песня песней. Есть разные песни. Но песня Богу, песня Богом, песня Духом – это вот песня песней, как святой из святых. Так вот, возвращаясь к моему походу, когда я шел, вот этот, подошел ко мне миссионер, он мне подарил это Евангелие. И вот после того, как я начал читать, я еще ничего не понимал, но это было потрясающе. И сегодня я благодарен Богу. Меня спросят, за что вы хотите поблагодарить? Вот я часто говорю, я хочу поблагодарить Его за Слово Божие. Друзья мои, не пренебрегайте Словом. Евангелие – это сила. Сила. Один человек, это из Сарододоксальной церкви, был такой Исаровский, Серафим, он прочитывал все четыре Евангелия за одну неделю. Ну, конечно, не просто, чтобы это было до автоматизма или вот заучивание там, это хорошо вот для молодых людей. Ну, для всякого, скажем, возраста хорошо, Слово Божие. Ну, я вот вам пожелаю, чтобы вот такие вечера, чтобы вы так могли тоже сесть вечером и почитать Евангелие. Это чудесно почитать, где Иисус нам будет проговаривать. И сегодня утром я вот прочитал одну историю, когда бедная вдова положила все, все пропитание свое. Меня так это накрыло, это было раннее утро. И я, ну, настолько был благодарен и вдохновлен Господи, говорю, вот среди этих пулеметных очередей, а мы, верующие, часто подвергаемся тоже нападениям, потому что, когда мы верим, нам не будут кидать шоколад, понимаете. И нам надо где-то черпать этот источник радости, источник благодати. И среди вот этого зла, которое мы можем видеть, слышать, несправедливое отношение к тебе, к человеку, частое издевательство над людьми, над личностью, над животными, над природой, вырубание этих лесов. Я как-то был в Карпатах и говорил им, ребята, ну, не позволяйте, у вас будут такие сели, у вас здесь заметет этими грязями вообще, не позволяйте вырубывать эти леса, это кощунственное, ну, вот эти, знаете. И вот среди этого всего я нахожу в Евангелии такие истории, которые вдохновляют Иисуса. Это женщина, которая волосами отирает его ноги и слезами. Он говорит, во всех Евангелиях будет о ней говорить. Нафанаил, в котором нет лукавства человек. Вот мне Валеру напоминает, у него нет ее, без каких-то там лицемерий. Вот мне иногда сложно было, помнишь, мы там ездили вместе. Ну, вот ты такой вот, без каких-то таких вот дипломатических таких тонкостей. А я, может быть, такой, а вот ты вот, вот которым нет лукавства, и это хорошо. Или вот женщина, которая отдала все, бедная вдова, я думаю, женщина бедная, отдала все пропитание свое. Богатые отдавали от того, что много, а она отдала все. Или вот еще одна история этого сотника, который говорит, я даже не достоин тебя принять в мой дом. И только слово скажи, военный человек, и мой слуга исцелится. Иисус говорит, я такой веры не нашел в Израиле. То есть, среди верующих я такой веры не нашел, как вот этот простой человек. Ну, я, в общем-то, хочу поблагодарить тех людей, которые принесли нам вот такую, знаете, отдушину Евангелия. Дякую. В этой песне говорится о том, что ветер, он дует там, где он хочет. И он наполняет сердце человека. И огонь, он зажигает сердце человека, этот сладкий огонь Святого Духа. Отец мой небесный, я благодарю тебя за всех миссионеров, за всех американцев, шведов, норвежцев, Боже, которые приезжали сюда и несли Евангелие, Боже, раздавали просто на улицах, Боже. И сегодня я молю тебя, чтобы в этом, в этот вечер мы исполнились силой Твоей, Боже. Кто в переходах, кто где. Не стеснялись говорить о Тебе, петь о Тебе. Слави Тебя, Боже. На разных языках, Боже. 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 Упийство. Играет. Боже. 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 Думови. Боже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 такая песня. Господь, я молю Тебя сейчас за человека, который нуждается в исцелении здесь, Боже. Благослови. Эти ноги больные, Господь, и Боже, благослови. Желудок, Господь, и освети, Боже, Твои истины. Господи, я вижу какие-то семейные обстоятельства. Пусть Дух Святой сойдет, наполнится Твоей истиной, этот дом, Твоей любовью, Твоим добром, Боже. Дьявол, ты лжец. Кровь Агнца. Кровь Агнца. Кровь Агнца разрушила Ад. Агнец. Все Агнец, Боже. Агнец. О, Чисус. Это чудесная кровь Иисуса Христа, которая очистила нас. О, не что, лишь кровь Иисуса. Я мылю Тебя, чтобы через эти служения, хвала, минуя эти стены, потому что Ты проходил через стены, она наполняла этот город, Боже, наполняла эти дома. Аллилуйя. 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 Хвалите Бога во святыне Его, Хвалите Его на тверде силы Его, Хвалите Его по могуществу Его, По множеству величия, Хвалите Его со звуком отрубанным, Хвалите Его на псалтыре и кузе, С темпанами и ликами, В струнах и органино-звучных кимпалах, Хвалите Его, Все дышащее славит, Славит Господа земля! Дышащее славит, Славит Господа! Все дышащее славит, Славит Господа земля! Дышащее славит, Славит Господа! Хвалите Бога во святыне Его, Хвалите Его на тверде силы Его, Хвалите Его по могуществу Его, По множеству величия, Хвалите Его со звуком отрубанным, Хвалите Его на псалтыре и кузе, С темпанами и ликами, Струнах и органино-звучных кимпалах, Хвалите Его, Все дышащее славит, Славит Господа земля! Дышащее славит, Славит Господа! Все дышащее славит, Славит Господа земля! Дышащее славит, Славит Господа! Все дышащее славит, Все дышащее славит, Славит Господа земля! Дышащее славит, Славит Господа! Все дышащее славит, Славит Господа земля! Дышащее славит, Славит Господа! Все дышащие славит Господа земля, Дышащие славит Господа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение святаго Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Аминь.